Потому что плоть не пользует немало, а Дух животворит. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Произошло в 20 веке этих ужасов. Из-за того, что церковь приложила к этим кошмарам свою руку, по крайней мере, из-за антисемитской теологии традиционной церкви, оттуда черпали аргументы многие практически антисемиты, уничтожавшие еврейские народы. У многих христианских богословов у них сложился определенный комплекс вины. Поэтому сейчас они вообще стараются никак не обречать иудейскую теологию. Они стараются не разбирать даже явные вопиющие пробои этой теологии. Кучи так называемой антимиссионерской литературы, то есть антихристианских и особенно антимиссианских работ написаны и пишутся современными раввинами. Но почти ничего нету из этой области в современной христианской теологии. Кто в какой-то мере чуть-чуть восполняет этот пробел – это как раз мессианские евреи, это как раз служители мессианских общин, учителя в мессианских общинах в этом движении. Я тоже сказал вам важную вещь сейчас, не буду ее развивать, просто подумайте о ней. Итак, мессианская теология – это теология цельности. Бога с человеком, цельности небесной и земной жизни. Это теология цельности в избранном народе, избранного народа Израиля. А это теология цельности избранного народа, духовных потомков Авраама из всех народов. Это теология цельности жизни и служения. Потому что в первой мессианской общине и в мессианских общинах первых поколений не было разделения на служение и жизнь. Вся жизнь человека была служением. А в особенной мере служением было то, что он делал по местной общине или среди общин. То, в чем он был подотчетен, то, что было постоянной обязанностью, то, что могли проверить другие и должны были проверять. Но все было цельно. Это не так, как в современной жизни. Вот мое служение, я отслужил, а в остальном это все принадлежит мне. Все принадлежало Богу. Все должно было отдаваться Богу. Потому что не может быть мессианским учеником тот, кто не отрешится от всего, что имеет. Это не так, как в современной теории преуспевания, в ее крайностях. Пожертвуй чем-то, отдай Богу что-то, и за это Бог благословит тебя в твоем. В том твоем, чем ты сможешь пользоваться в свое удовольствие. Такого подхода не было. Все должно было доверяться Богу. И уже Бог определял, что из этого, и когда, и как, и кому ты отдашь. Это снова ответ на вопрос о десяти. При таком подходе специфический правило десятины, как таковой, отпадает. И почему оно должно существовать пока что? Это из-за того, что не произошло еще в современной церкви настоящего еврейского мессианского восстановления. Особенно я умиляюсь, когда слышу разговоры о десятине времени, о десятине всего. Откуда это взялось, вообще непонятно, честно говоря. Потому что если материальная десятина понятна, она все-таки в Библии, то десятина времени вообще непонятно, откуда взялось. А остальное, пожалуйста, твое. Только явно не греши, братишка. Понимаете, это не то вообще. Это греческое мышление по разделению. Это разделение на жесткие сферы. Сфера, принадлежащая Богу, сфера, принадлежащая местной общине, сфера, принадлежащая мне, сфера, принадлежащая маме с папой, сфера, принадлежащая жене и детям и так далее. На первом месте Бог, на втором семья, на третьем работа, на четвертом служении. Совершенно не библейский подход. Я понимаю ситуации, которых пастыря иногда так учат. Может быть, знаете, как просто, как временное средство выхода из какого-то кризиса или тупиков, это еще подойдет. Для людей, которые, например, так заслужились, что они не помнят, как зовут жену, сколько у них детей. Я согласен. Понимаете? Это понятно. Или для людей, которые говорят, зачем мне работать? Я Богу служу, а Бог меня так благословляет, а то, что Он каждые два дня напрашивается в гости к новым людям, которых безостенчиво обжирает, а еще потом смотрит глазами олененка Бэмби на них, и они не могут не дать ему гривен в дорогу. И это продолжается месяцами и годами. Понятно, что для таких нужно, ну, на какой, по крайней мере, пока они не придут в Божью норму, показать им, что некоторые временные жесткие приоритеты. Это все равно, что, например, для новообращенных нужен некий закон поведения на первом этапе. Особенности эти новообращенные ввели асоциальную жизнь. Например, были бомжами, наркоманами, сидели долго в тюрьме и прочее, прочее. Без четкого закона, определенной дисциплины, по-другому сказать, их повседневной жизни, они не смогут эту жизнь доверить, отдать Богу. Но это не значит, что этот закон должен теперь стать для них, как Слово Божие, как заповедь библейская на все оставшуюся жизнь. Конечно же нет. Этот закон, он должен подвести их к состоянию взрослых сыновей Божьих. Подвести их к состоянию тех, которых будет вести Божий Дух. Конечно, по Слову Божьему. И тогда эти дополнительные правила, как временные подпорки, как ходунки, как костылики, отпадут, и они уже смогут идти по Духу сами. Понятно? Чтобы не было крайностей, чтобы... Вот. Ну хорошо. Эх, тема сильная про эту цельность. Я еще не сказал обо всем, в чем проявляется и должна проявиться цельность мессианской теологии. Но просто запишите. Мессианская теология. Это теология шалома. Мессианская теология. Это теология шалома. В полном еврейском понимании этого слова. Вы знаете, конечно, все, что шалом это слово гораздо более глубокое и объемное, чем русское слово мир, которым обычно шалом переводится. Шалом значит прежде всего как раз не мир, то есть состояние, когда нету войны. А если и мир, то состояние, когда нету не просто войны, драки, ссоры, а состояние доброго отношения. Те, которые пребывают в шаломе, у них доброе отношение. Я специально не употребляю доброго отношения между людьми. Потому что ты можешь быть в шаломе, несмотря на то, что к тебе отнюдь не шалом. Нет, 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 это не то. Шалом это то состояние, которое в идеале вообще не зависит от других людей. И хочу сказать, есть слово во втором Коринфянам о девятой главе восьмом стихе. Очень интересно. Обычно это место писания раньше приводилось в постсоветских харизматических церквах как подтверждение крайности теории преуспевания. И когда еще не было сильной вспомогательной литературы в году девяносто втором я поднял философские словари комментарий Баркли, это был первый комментарий, который появился. И на большом диспуте со сторонниками крайности этой теории я показал им, я тогда предупредил их, я знаю, что вы будете полагаться на одно особенное место. А я молился и я знал, что это место будет основополагающим. Я говорю, вот я принес литературу, которая покажет вам, что ваше толкование этого места неправильное. И они действительно, я не сказал им, какое место, потому что я боялся, что они изменят свой подход. Поэтому они все-таки взяли это местописание и построили на нем свою аргументацию. И когда они закончили свою аргументацию, Йов вытащил справочную литературу и показал им, что они неправильно понимают греческие оригиналы этого писания. там написано. Вы уже нашли это место, да? Бог силен обогатить вас чем? Всякой благодатью, чтобы имели всякое довольство. Слово довольство. Как вы понимаете? Что? Достаток. чтобы вы были довольны обеспечения. Многие понимали это как поставить на довольство, как армейское материальное довольство. Достаток, обеспечение. На самом деле это действительно слово, которое вообще это древний греческий термин. Хороший греческий термин. Слово это авторкия, которое значит внутреннюю самодостаточность истинного мудреца. Ему не нужно ничего извне, чтобы находиться авторкия, удовольствия, шалон. Это слово именно обозначает внутреннюю цельность и внутренний мир, который не могут поколебать внешне. И на самом деле это слово оно как раз лучше оттеняет многие смыслы понятия шалон. Но понятие шалон также значит гармонию и цельность. Поэтому слово Йерушалай некоторыми иудейскими авторитетами древности, в частности в Палмуте, переводится как город цельности. Если взять русский перевод того, что написано имя. и это вы знаете это правильно, потому что есть непосредственный комментарий к этому в псалмах. Йерушалайм город слитый воедино. И вот таким образом Йерушалайм в Библии стал прообразом всего еврейского народа, который должен был стать образцом для всех народов, которые должны были соединиться в едином Господе ищу Господь, в частности называется Адонай Шалом. И вот мессианская теология это теология восстановления этого всеобъемлющего Шалома в жизни и всех общениях верующих. то есть да мира но не только мира который говорит не война но мира дружественного доброго отношения к другим но не только этого гармонии то есть сбалансированности это то что выражает в некотором отношении слово кроткий греческое слово переводим как кроткий в новом заводе сбалансированности есть некоторая параллель соответствующим еврейским словам фанаты хотя это разница сбалансированность гармония правильное соединение различных частей которые опять-таки не враждуют друг с другом не мешают друг другу не противоречат друг другу не конкурируют друг с другом неправильной неправильной конкуренции не выживают не подсиживают друг друга не превозносятся друг на друга не унижают друг друга но дополняют усиливают и раскрывают друг друга до полноты и уже вот это первое и второе значение приводит нас к ценности ценности которую на самом деле явил миру сам Ешу Сын Божий истинный Бог согласно первому Иоанну последней главе Он явился истинным человеком до сих пор ни для одного богослова непостижимо как это может быть среди мира поэтому те которые пытаются понять дух Нового Завета смысл Нового Завета основываясь только на букве Тор они приходят в недоумение и размещаются хотя я вам должен сказать что ряд мест Торы прямо показывают что Бог един но это составное единство и те которые хватаются за букву Торы в других случаях здесь говорят мы не можем говорить что Аллахим это множественное число мы не можем говорить что там глаголы мы не можем говорить если Бог говорит мы то это действительно Бог о себе мы не можем говорить что если там дух Божий это личность говорится о нем как личность он действительно личность это просто так написано но смысл другой вы понимаете на самом деле даже буква Торы подтверждает но нужен дух Нового Завета и это тот же самый дух которым дана Тора в Писании Пророков и вообще Писании только этот дух может дать скажем так неформальное понимание цельности личности Ишу потому что Ишу это не две личности это единая неразделенная личность божественная и человеческая таким же образом только в шаломе можно понять цельность личности человека духа души и тела вообще троичность Бога троичность человека троичность патриарха и еще многих других понятий она явно показывает на исходную троичность которую я начал троичность на самом деле согласно книге даже книге Зухар Бог троичен и многие ортодокси и каббалисты когда спорят с христианами и мессианскими евреями они рассчитывают на то что мессианские евреи этого и тем более христиане этого вообще не знают в книге Захар там говорится о тройственной личности Бога причем он говорится на одном и это действительно соответствует Торе Бога вот эта цельность личности Иешуа она также включает в себя удивительный факт что Иешуа это не просто он стопроцентный он настоящий человек и он не просто был человек он и есть человек и у него не только было тело обновлено прославлено но в некотором смысле тоже тело в котором он жил на земле это как с новым заветом новый завет это новый завет но в некотором смысле он тот же завет который был дан Моисеем суд одна и та же Иоанн пишет первым Иоанном мы читали заповедь не новую древнюю пишу вам вы ее слышали от начала и в то же время заповедь новую пишу вот и мало того шалом шалом еще цельность единства его личности включает себя его еврейскость по телу от них же от братьев моих по телу о плоти и сам Господь и дальше и неоднократно потом он называется что он лев из колена и ул отрасль Давида то есть не вообще даже евреи а конкретно евреи из царского рода Давида это очень важно и мало того что он был таким мало того что он есть такой он и вернется таковым и поэтому когда он вернется таковым то узнают его все евреи они примут его как своего Машех Бен Давид Мессия сын Давида они просто некий абстрактный божественный Мессия или некий даже абстрактный гуманистический общечеловеческий Мессия хотя он Бог хотя он абсолютный человек настоящий но он также и стопроцентный еврей да и не просто а еврей из колена Ягуды из рода Давидова и это тайна Божия которая здесь на земле никогда до конца не раскроется но будет все больше и больше открываться изнутри для тех которые стали верующими не по заповеди плотской но по силе жизни вечной непристающей это относится к основам мессианской теологии составное единство относится ко всем областям мессианской жизни сама Библия первая часть Библии Тора вторая часть Библии вторая и третья потому что там хронология пророкий и китовым писанием третья часть Новый Завет третья особенная она отличается от предыдущих но все они составляют единую то есть четвертая особенная они составляют единую Библию единое Божье Слово опять как это так а вот так понятно один важный принцип друзья мои то то что в Новом Завете не отменено или не изменено из Старого Завета я не имею ввиду скажем из книг Танаха то есть давайте так то что не отменено и не изменено из книг Танаха оно так же действенное сейчас те заповеди с обетованиями условия обетования условия сами заповеди которые отменены или изменены они принимаются по Новому Завету если вы возьмете этот принцип у вас сразу многие запутанные вопросы прояснятся но для этого нужно изучать всю Библию поэтому друзья мои если вы хотите входить в это большое святое и становящееся постепенно глобальным восстановлением вам нужно изучать Слово Божие вот и все-таки я не смогу не закончить с третьей главой Деяния Апостола итак третья глава Деяния Апостола третья глава Деяния Апостола которую мы с вами вчера читали мы остановились с вами на том что Петр очередной раз остановился вы помните да и и в этот раз он остановился не собираясь остановиться и в этот раз то что происходило было неожиданно для него тут так и написано хотя Петр Шимон продолжил с Иоанном свое движение внутрь храма на молитву как вы помните не на жертвоприношение а на молитву это и была их цель они остановились они отвлеклись они потеряли время произошло великое чудо парализованный вскочил начал танцевать прыгать славить Бога народ который видел это был полностью потрясен и даже пришел в священный ужас но наши апостолы они продолжили туда куда они и шли но так как 11 стих из силенной хромой не отходил от Петра и Иоанна то весь народ в изумлении сбежался тоже к ним в притвор куда они в этот момент вошли что было делать увидев это Петр сказал народ то есть он был поставлен перед новым фактом огромное стечение братьев евреев да ну женщины туда не могли заходить огромное стечение мужей израильский вокруг них что делать дальше пришлось полностью забыть о главной цели своего путешествия во храм тогда он остановился снова поддавшись святому духу тогда он смотрите это опять для нас пример очень простой если мы будем покорны господи если мы не будем выдавать наши понятия наши планы наше теологическое образование которое полно предрассудков если наши традиции не будут для нас главнее божьего слова и движения божьего духа если правила временные правила условные правила нашей жизни не будут жестким законом и мы будем понимать что Бог может использовать эти правила в любой момент может их нарушить тогда мы можем возрастать и утверждаться во взрослом сыновстве у нашего небесного отца и вы помните какой главный признак такого взрослого сыновства что все взрослые сыновья они вводимы духа Божия у духа Господня есть к ним постоянный доступ это не обязательно напрямую опять таки это через слово Божье это через обстоятельства здесь например толчком опять было то что Шимон увидел толпу народа обступивший их и он понял что они не могут просто дальше идти не пробивающие и он остановился и это снова открыло его новому излиянию святого духа новому определению божьего духа но дух божий особенно может также действовать через людей он может действовать и особенно всегда действует через духовную власть которой сами апостолы были но на тот момент у апостолов не было высшей земной духовной власти они были духовной власти для других верующих но сами они для себя духовной власти не были то есть то есть один апостол не властвовал над другими на тот момент потом бог поднял брата Ишуа Якова который впоследствии стал старейшиной апостола тогда было очень интересное время и в это время дух божий учил их следовать его внушениям его слову его показаниям то есть тому что он показывал так же как они следовали за Ишуа только еще более верно ясно и четко и он учит нас через них именно то что Шимон был настолько чувствительным и внимательным сделало помогло ему осуществить пророчество Ишуа и назначение Ишуа его как бы как это можно сказать неформальным основным апостолом если Яков потом стал формальным то почему он стал неформальным и он сказал мужи израильские что удивитесь этому что удивляетесь или что смотрите на нас как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то что он ходит Бог Авраама Исаака и Якова Бог Отцов наших прославил Сына Своего Ишуа которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата когда тот полагал освободить первые слова первые слова друзья первые слова это провозглашение нового завета потому что он доказывает братьям евреям какими бы мы праведными ни были мы ничего не смогли бы сделать своей праведности это основание нового завета Ишуа пришел потому что вся праведность его избранного народа не говоря уже о праведности других людей потерпела фиаско никто не может стать праведным даже с помощью Божией никто не может достичь своей праведности даже если будет искренне верить Богу единственный выход праведность Бога праведность его сына но даже если мы входим его праведность это не позволяет нам стать чудотворцами и спасителями других людей все равно только его сила только его любовь действующая через нас может творить любые чудеса и спасать человеческие души это закладка фундамента нового Завета блаженство нищих духов остается основополагающим блаженством не только в начале пути с Богом но и всегда должен напоминать себе что ты нищ и сам не можешь ничего и не просто мучиться от этого а наоборот входить блаженство Божие входить в радость в полной зависимости от Господа и понимать что не наши 50% не наши 30% не наши 10% не наши 90% не наши 2% но только Божьи 100% могут дать нам совершить полноту спасения и всю волю весь план Божий для нашей жизни это чудо совершил перед вами не я не Ваня но совершил это чудо наш с вами единый Бог наш с вами единый Бог и это тот же самый Бог который заключил завет с отцами нашими и как он это сделал перед этим он позволил допустил вам по вашему злому выбору отречься от Машеха а почему он говорит вы отреклись правда странность не странно потому что перед этим многие из них провозглашали его сыном Давидовым царем Израиля сыном Божьим и спустя пару дней они от него отреклись когда увидели его внешнее поражение внешний позор вот это старая традиционная иудейская вера которая фокусировалась на внешнем она должна была быть скушена должен был раскрыться мессианский иудаизм который менял сердце был направлен в сердце и исходил из сердца и он дважды это повторяет языческий префект языческий управитель на самом деле понтий Пилат не был прокуратором потому что прокураторами эти управители стали называться только в сороковых годах при Клавдии будем называть его прокуратором так привычно языческий префект или прокурат не знающий нашего Бога был зацеплен Богом и хотел освободить сына нашего Бога которого перед этим вы прославляли но вы отреклись и отдали его на смерть и кого вы почли ему вы предпочли внешнего ревнителя того который по внешним понятиям стоял за делом народа понимаете вы предпочли того который пытался жалкими человеческими внешними средствами восстановить Израиль а начальника жизни 15 стих убили но Бог именно его воскресил из мертвых чему мы свидетели то есть именно тот кто был распят и положен в могилу был воскрешен Бог это не какой-то другой мошел это не то что как предполагали разные юридические учения это тот же самый Ешу в том же теле мы только обновлены мы прославлены 16 стих а 15 чему мы свидетели и он говорит может быть многие из вас помнят какой я был трус как нам было страшно как мои братья разбежались а я отвлекся я отвлекся я трижды отвлекся от него а теперь я стою и обличаю вас соотвречением так вот друзья это произошло это невероятная перемена и все чудеса происшедшие потом и это чудо произошли из-за того что мы увидели его воскресший мы здесь стоящие мы живые свидетели того что он живой поэтому мы теперь не боимся поэтому мы можем говорить всю правду и мы будем ее говорить чтобы это не стало и это будут не просто слова чему вы свидетели скачущие и ради веры во имя его имя его укрепило вот этого прыгателя вера которого вы видите и знаете точно это же тот он же и вера которая от него того который сейчас там но еще недавно был здесь был прошедший смерти ады воскресший из мертвых являвшийся нам не один раз и затем вознесенный во славе и вот он родил в нас такую веру вера которая от него даже сама вера она не наша мы ее не выработали путем долгих умозаключений изучения которые а мы ее вообще не понимали пока он нам не открыл или серии добрых поступков он и веру самую вложил в нас как личный дар его любви и вот вера которая от него даровала вот этому исцеление вот это перед всеми вами он сначала объявив себя свидетелем всего того безбожного что они сделали и они понимают что он это все знает и они понимают что он был один из них фактически он потом объявляет себя свидетелем величайшего чуда в истории еврейского народа и всего человечества воскресение из мертвых того кто имя было дан на смерть и потом он говорит вообще все что теперь происходит с нами доброго происходит от него и даже вера по которой его сила сошла на этого бывшего парализованного и сделала его здоровым сильным и радостным даже вера через которую это произошло и то не наша вера и это его вера все от него все в нем все во имя его все к нему и вы теперь этому свидетелю он их подводит под ответ он не говорит но вы же свидетели но вот как вы думаете он говорит вы этому свидетели и он говорит смотрите в одной вере в одной фразе большой он говорит слово это это пятнадцатый стих вот этого еще которого вы знаете вы видели именно его бог воскресил измерть и ради веры во имя его имя его укрепило вот этого человека которого вы видите и вы знаете что это тот же только он теперь другой и вера которая от него даровала ему исцеление вот это чудо исцеления перед вами и мы вот эти свидетели его воскресения все это 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 вы понимаете то есть недалекое то но близкое к вам это вам некуда деваться ребята бог вас прихватил если вы действительно мужи израильские если вы за веру отцов подвизаетесь за веру святую христианину за веру царя и отечества если вы действительно верите богу то теперь с вами должно произойти что-то невероятное господь господь которого вы знали уничиженным избитым раздавленным и мертвым он предстал обновленным живым прославленным великим и мы которых вы знали жалкими разбегавшимися меня отрекшимся трижды вы знаете теперь видите нового совсем другого и этот парализованный которого вы знали что он от рождения не ходил он теперь не только ходит бегает и скачет вы знали какой он был унылый и дохловатый и только на деньги на подачки надеялся а ему теперь ничего не нужно у него есть бог и все бог и все это произошло с ним с нами с ним и теперь это должно произойти с вами потому что вы свидетели и дальше он говорит а дальше он говорит впрочем я знаю братья что вы как и начальники ваши сделали это по невидиму он говорит я сказал вам правду о том что вы сделали вы действительно совершили великое преступление вы действительно отреклись от того послания как вы ждали вы действительно отвергли мессию на которого надеялись но теперь он вам доказал себя и если бы вы понимали все таки что вы тогда делаете вы бы этого не сделали поэтому на самом деле дорогие бог продолжает вас любить и я один из вас тоже попавший в страшную торбу и вытащенный богом из него говорю вам бог понимает что вы не понимаете и даже те которые вас подзуживали и привели к этому преступлению и чье преступление больше чем ваше и то они сделали это по неведению но сейчас бог заканчивает времена неведения и всем повсюду повелевает покаяться только это уже из другого обращения другого апостола и к другим людям и язычникам в Афинах но суть та же заканчиваются времена неведения заканчиваются времена мрака настало время истинного знания а не подделок и не законнических замен настало время истинной правды потому что явился тот кто есть знания и правда тот в ком все знания вся правда вся истина весь свет бог же как предсказал устами всех своих пророков пострадать мессией так исполнил и еще скажу вам братья смотрите это произошло не просто так произошло не то что оказалось неожиданностью для бога бог знал что все так будет но мало того что бог знал что все так будет бог предвидел это эту страшную трагедию но он предупреждал нас так или иначе через всех пророков посланных к нашему народу к нашим отцам и к нам лично поэтому не думайте что ваше преступление нарушило ход истории невероятным образом даже ваше преступление и мое отречение бог использовал для того чтобы совершить свой предвечный план итак покайтесь и обратитесь поэтому 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 вы можете войти в этот план теперь уже сознательно теперь уже покорившись богу не войти в него косвенно как бунтовщики не войти в него как противники божии не войти в него как та преграда которую бог использует для того чтобы усилить поток но войти в него как настоящие божьи дети как дети по вере Авраама Исхака Иякова как дети которые хотят вернуться к своему небесному отцу от которого вы удалились хотя вы здесь на празднике вы здесь в храме вы здесь чтобы сохранять свою традиционную религиозность но это все теперь не играет решающей роли вам пора совершить шву поэтому покайтесь совершите эту шву вернитесь к Богу обратитесь чтобы загладились грехи ваши не только этот грех но и все грехи потому что без умершего и воскресшего ни один грех не изгладится чтобы но на этом не заканчивается сделайте это чтобы пришли времена отрады от лица Господа чтобы пришли некие времена отрады от лица имеется ли здесь ввиду их личное спасение здесь говорится о какой-то новой эпохи каких-то новых временах для всего Израиля для всего человечества потому что ну тут такие формулировки специфические тут не написано чтобы к вам пришла отрада или чтобы у вас настала другая жизнь здесь написано времена отрады оказывается скажите пожалуйста покаяние мужей израильских делается условием чего прихода времен отрады для людей оказывается это согласуется с 11 главой рима оказывается покаяние евреев именно как евреев потому что здесь все к ним обращено именно как евреев важно для того чтобы времена отрады пришли и чтобы послал он предназначенного вам еще 21 стих которого небо должно было принять до времен совершения всего что говорил бог устами всех святых своих пророков от века и опять здесь говорится о том что пророки пророчествовали не только о смерти ешу не только о воскресении его измертых но произошло еще нечто он вознесся и сейчас он одесну его отцам на небесном престоле и он будет там находиться небо должно было его принять и небо его будет удерживать и он